Виктор Григорьевич Шувалов – первый в истории нашей страны олимпийский чемпион 1956 года по хоккею. Двукратный чемпион мира, многократный чемпион Советского Союза и обладатель Кубка СССР. Он стал пионером отечественного хоккея. Игрок легендарной тройки Бабич, Шувалов, Бобров. Это величина, так же как и Бобров, и Бабич. Это история или эпоха нашего советского российского хоккея. И мы за несколько минут все эти 25 клюшек сломали. Удивительная встреча с 96-летним спортсменом и носителем истории, который даже в годы Великой Отечественной войны находил время на тренировке, работая на Челябинском тракторном заводе. 12 часов в сутки, с 6 утра до 8 вечера. С 8 вечера до 8 утра работаешь. А в пересмену вообще 18 часов. Виктор Шувалов родился еще при Ленине и застал на своем веку всех правителей Советского Союза и нынешней России. Шувалов личность. Он из того поколения один остался. Он прошел через эпоху, когда не было искусственных катков, клюшки игроки подтачивали рубанками, в хоккей играли без шлемов, а защитных масок не было даже у вратарей. Ребята заходят в раздевалку, плюются и говорят, ну этот хоккей покалечит он. Мы поговорили с ним про первое в истории хоккейное золото на чемпионате 1954 года – разгром непобедимых канадцев. Они вышли, еще злее стали. Шайбу вбрасывают, лезут и попадают на контратаку. Все. Второе место в те времена расценивалось как поражение. Виктор Григорьевич так вспоминает серебро чемпионата мира 1955 года. Нам даже ломаного гроша не заплатили. Нас даже не встречали никто. Первое в истории нашей страны золото на Олимпиаде 1956 года и вновь битва с канадцами. Шли на силовое единоборство, втыкали, врезали, отделяли на шайбу. По рукам били, по ногам. Виктор Шувалов с болью вспоминает трагедию – авиакатастрофу, в которой погибла вся команда ВВС. Большое несчастье. Команда ВВС при посадке в Свердловске разбилась. Вся команда погибла. Вспомнили его встречи с Василием Сталиным, который случайно спас его от гибели в той страшной авиакатастрофе. «А Шувалова не берите». Я говорю, Василий, почему не берите? Я знаю, что мне играть нельзя. Там меня считают изменником, предателем. Я говорю, снежками забросают. Поговорили про Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, Валерия Харламова и даже про фильм «Легенда 17». Как свидетель всего этого, что было там, конечно, много прикрашено. Это неправоподобно. В 90-е годы Шувалов, чтобы выжить, был вынужден продать свою олимпийскую медаль. Ведь большинство спортсменов и медалями торговали, и продали. В частности, я продал эту медаль. В 2014 году президент России Владимир Путин вернул Виктору Шувалову эту медаль. Мы ее нашли, с помощью меценатов выкупили, и я хочу вернуть ее Виктору Григорьевичу. Шувалов рассказал, что такое стать заслуженным мастером спорта в Советском Союзе. И мы вспомнили сборную России на Чемпионате мира по футболу 2018 года. За восьмое место им дают этих заслуженных мастеров спорта. Вы счастливый человек? Конечно. Виктор Шувалов. Последняя легенда эпохи рождения хоккея в СССР.